Всем привет! В прошлом видео про KiraCoin я рассказывал о сдаче карт в аренду для расчета задач искусственного интеллекта. На самом деле блокчейн Kira содержит в себе и другие проекты, которые уже сегодня делают криптовалютное сообщество лучше. Это майнинг, стейкинг, антивирус Kira, блокчейн игры, Kira криптобиржа, возможность поднять свою ноду и другие проекты. Об этом и будет видео обзор. В этом видео вы узнаете, какие еще есть методы заработка монеты KiraCoin. Перед началом видео забыть всех подписаться на канал, здесь обсуждаем высоко доходные монеты и любые новости о майнинге. Новейшее майнинг оборудование покупаю у крупнейшего поставщика в СНГ Майнинг Центр. Здесь в закрепленном комментарии сможете найти актуальный прайс-лист. Имеются очень выгодные позиции как под заказ, так и в наличии в России. Обязательно ознакомьтесь. Еще у них есть свой телеграм-чат по оборудованию. Здесь большое количество участников, с которыми можно обсудить плюсы и минусы того или иного оборудования. Помимо этого у них есть свой сайт и свой ютуб-канал, где вы сможете ознакомиться с оборудованием в видеоформате. При заказе оборудования вы можете указать, что узнали о поставщике Майнинг Центр через канал USMFOX и получить скидку. Все ссылки оставлю в описании, обязательно присоединяйтесь, очень много интересных новостей и акций. Максимальное предложение монет Kira составляет 60 миллионов монет, что делает данный актив дефляционным. Помимо этого, каждые 4 года происходят халвинги, тем самым увеличивая стоимость монеты на долгосрок. Токеномика проекта следующая. 50% выделено на мастер-ноды, 24% выделено на proof-of-work для майнеров, 9% выделено на нужды сообщества, 9% выделено как комиссия за управление на команду, и 8% выделено на дейта-майнинг, то, о чем я рассказывал ранее в прошлом видео, там, где необходимо сдавать видеокарты в аренду, для того, чтобы обучать искусственный интеллект, и за это вы получаете награды. Данную информацию я засчитал из white paper, если что, вы сможете с ней ознакомиться через официальный сайт, перейдя на выпадающую вкладку Vcoin, white paper. И здесь сможете на 16 страницах все почитать и разобрать, из чего стоит проект, и чего он уже добился. Здесь же в выпадающем меню мы сможем ознакомиться с картой проекта. Здесь мы сможем увидеть, чего уже добился проект, и чего он собирается добиться в будущем. В 2024 году проект планирует расширить хешрейт сети, залиститься на популярных криптовалютных биржах, залиститься на популярных криптовалютных кошельках. Как раз сейчас уже идет бета-тест платформы Data Mining, где вы сможете сдавать свои мощности в аренду для обучения искусственного интеллекта. Видео об этом есть у меня на канале. Оставлю его в описании, обязательно посмотрите. Также планируется разработка игр и ботов. Все это завязано на искусственном интеллекте. Будет специальная программа, которая сможет отличить настоящие новости от фейковых. И также уже в первом квартале 2025 года обещается финальная версия игры с искусственным интеллектом. А дальше проект планирует только развиваться. Свои планы он напишет здесь, спустя время. Команда Kieracoins состоит из 10 человек. Здесь присутствуют как разработчики из СНГ, так и иностранные специалисты. Имеются как разработчики, так и менеджеры, которые продвигают проект. Отличительной особенностью проекта является то, что он указывает все свои расходы, и здесь все прозрачно. Видно, сколько денег у компании, и видно, на что она их тратит. Например, для листинга на биржу XeGX было потрачено 400 долларов. И все остальные расходы вы также сможете посмотреть. Информация на данной странице актуальна и постоянно обновляется. Особенностью блокчейна Kier является его безопасность, скорость блока 2,5 минуты, вознаграждение за блок 30 монет Kier. Также имеются технологии, которые скрывают личность отправителя, скрытые адреса получателя транзакции, поддержка сети TOR, высокая конфиденциальность. Также Атака 51 возможна при захвате 50% нот и 51% хешрейта. Используется специальный вид транзакции, который позволяет нескольким транзакциям отрабатываться одновременно, тем самым сокращая затраты на комиссии и время обработки. Алгоритмом майинга монеты является FIRO POV. На сайте Headshade.no вы сможете найти монету в окладке Coins, здесь нажать на Benchmarks и тем самым подобрать разгон для вашей видеокарты, нажав на ту видеокарту, которой вы владеете. Вот, например, на карте 3080 рекомендуемые настройки разгона вы видите на экране. На данный момент ведущими пулами для майинга монеты Kieracoin будут пул Airplant и пул Kieracoin.org. Основное отличие официального пула Kieracoin.org от всех остальных пулов это то, что у них комиссия 0%, потому что это разработчики, и им интересно поддерживать свой проект. Они с пулой не зарабатывают. Поэтому отличным вариантом будет подсоединиться именно к этому пулу. Есть еще один важный аргумент в пользу официального пула. Это вот эта зеленая надпись. Это значит то, что за каждый найденный блок пул заплатит дополнительно пол монеты Kieracoin. И итоговая награда для майнеров составит 6,5 монет вместо 6. Таким образом, у пула нулевая комиссия и высшие выплаты. Монету Kieracoin могут майнить как Nvidia, так и AMD. Самым основным майнером для всего этого будет SRB-майнер. У него будет самая низкая комиссия. Также он поддерживает сразу и Nvidia, и AMD. Настройка для HiOS происходит элементарно. Здесь ищите монету Kieracoin. Добавляете кошелек. Можно взять с биржи Hegex. Указываете сюда адрес кошелька. Берете его с биржи Hegex. Если хотите поддержать канал, можете зарегистрироваться на бирже Hegex по ссылке в описании к видео. Сюда вставляете. Создать. Выбираете пул. Здесь выбираете настроить майнер. Все опции. Сюда в поиске вводите SRB-майнер. После этого нажимаете настроить. Заполняете вот таким вот образом. Сюда указываете адрес пула. Переходя на пул Kieracoin.org. Здесь нажимаем как начать. И вот вам дают адреса для подключения. Сверху будет майнинг в режиме пула. Снизу будет режим соло. Копируете и вставляете. На странице SRB-майнера вы можете посмотреть, какие настройки предлагаются для разгона видеокарты. Вот. Параметры нажимаете. И здесь различные ключи, например, чтобы приписать разгон. Настройки разгона вы можете приписать в SRB-майнер следующим образом. Здесь укажете айтишники ваших видеокарт, которые будут участвовать в майнинге. Потом указываете через запятую настройки разгона, если у вас карты разные. Или можете один раз указать, если у вас карты одинаковые. Здесь вы можете указать разгон по памяти, а также смещение ядра. Вот таким вот образом. Здесь у нас Clock Offset 150. Таким образом можно указать сюда 150. Если вы хотите хранить монеты Kira долгосрок и не майнить их на биржу, то в таком случае можете взять официальный кошелек на вкладке Wallets на сайте KiraCoin. Здесь вы сможете найти для любых версий, как для Linux, так и для Windows, так и для Mac. Также здесь есть различные версии кошельков, в том числе и для Android. Для покупки и продажи монеты KiraCoin есть много различных бирж. Вы можете взять любую из них, а также есть биржа KiraCoin. Это будет официальная биржа. Она не очень крупная, но стремительно развивается. На данный момент проект Kira занимается разработкой своего антивируса. Можно найти его по вкладке KiraScan и здесь посмотреть, что за антивирус, скачать его и испробовать. Антивирус называется KiraScan. На данный момент он находится в стадии закрытого бета-тестирования, но уже имеет Lite-версию, которую можно скачать и ознакомиться. Особенностью данного антивируса является то, что для того, чтобы выявлять вирусы, он использует технологии искусственного интеллекта и обладает полноценным функционалом для выявления вредоносных программ. Скачать его можно, нажав на кнопку Get Lite Version. После этого начинается скачивание. Антивирус выглядит следующим образом. Здесь можно будет использовать различные настройки, например, сканирование с помощью GPU. И также здесь фирменный значок KiraScan. Антивирус обладает базовым функционалом, который вы можете использовать. В скором времени на публику обещают выкатить полноценную версию. Помимо этого, проект Kira запускает платформу KiraGame, где вы уже можете ознакомиться с первыми играми и испробовать их в бета-версии. Сейчас ведется работа по добавлению игр в Steam. Игра Kira Kusuri чем-то похожа на игру Half-Life в моем понимании. Здесь вся суть игры заключается в том, что все объекты в игре наделены искусственным интеллектом. Здесь на первом уровне необходимо лечить роботов, которых взломали. И также по мере развития игры будут появляться новые карты, снаряжение, которые можно будет покупать и улучшать. А также игра планирует появиться в Steam, но это уже в будущем. Более динамичную игру вы сможете видеть с второго уровня. Здесь у вас также имеется полоска здоровья, заряды бластера и нужно уничтожить всех роботов на карте. Карты постоянно совершенствуются, также постоянно совершенствуется игровая модель для того, чтобы все было как можно стабильнее и логичнее. Также в игру постоянно добавляются модели персонажей, это не обязательно роботы, которые ходят по земле. Также есть и квадрокоптеры, которые летают, их также нужно уничтожать, и постоянно добавляются новые модели врагов, и они также совершенствуются. Ожидаем игру в Steam. Блокчейн Kiro интегрирован в проект Data Mining, по которому вы сможете создавать свои видеокарты для того, чтобы они обучали искусственный интеллект. По поводу этой темы у меня есть отдельное большое видео на канале, оставлю ссылку в описании, чтобы вы могли ознакомиться. Сейчас проект находится в стадии тестирования, но уже после 15 мая он должен перейти в полноценную работу и также увеличится награда для майнеров примерно в 3-5 раз. Еще важная информация, о которой я постоянно спрашиваю, когда же вступят в силу повышенные награды за Data Mining. Дело в том, что вступят они со 190-тысячного блока. Это будет совсем скоро, по моим подсчетам, в текущем месяце. И таким образом награда за обучение искусственного интеллекта возрастет в несколько раз. К этому событию нужно будет обязательно обновить ваш кошелек Киира на версию 1.2.0.5, потому что в противном случае часть функционала может не работать. Поэтому нужно своевременно обновить для того, чтобы не было проблем. Скачать новую версию кошелька вы сможете с официального сайта на вкладке Wallets. Монету Киира можно не просто майнить, но и стейкать. На вкладке Staking есть два варианта стейкинга – Token Staking и Coin Staking. Чем они отличаются? В первом случае вы стейкайте монету Киира в сети БЕП-20, в сети Binance. А во втором случае вы стейкайте монету в основной сети. Когда вы майните монету, она майнится в основную сеть. Поэтому, если хотите стейкать намайненную вами монету, то в таком случае переходите по вкладке Coin Staking. Здесь вам необходимо зарегистрироваться и войти в личный кабинет. Но перед этим ознакомьтесь с планами стейкинга. Здесь есть три плана. Называются сейчас они названием месяца – май 500, май 1000 и май 3000. Отличаются они количеством вносимых вами монет. Можно внести как 500 монет, так 1000, так и 3000. Также вы сможете увидеть, сколько наград вы получите каждый месяц. Награды очень щедрые. Проще всего их почитать на плане май 1000. В таком случае каждый месяц вы будете получать 9,4% к всем вашим монетам. Если посчитать, то доходность выше 100% годовых. Важный момент. Процент стейкинга меняется каждый месяц. Вы выбираете стейкинг-план, в течение месяца держите монеты, вам отдают награду. И после этого вы сможете перейти на новый стейкинг-план, на котором проценты могут отличаться. Суть стейкинга заключается в том, что вы передаете монеты команде. Она сама запускает за вас мастер-ноду. И поэтому доходность у стейкинга будет ниже, чем при прямом запуске мастер-ноды. Но избавит вас от технической части поднятия мастер-ноды. Как поднимать мастер-ноды самостоятельно, я запишу отдельное видео, очень интересное. Обязательно посмотрите его на канале. После регистрации вы попадаете в личный кабинет. И здесь будут основные правила стейкинга. Главное правило, то что план длится в течение 31 дня. Поэтому если вы застейкали, то ждите 31 день, чтобы выйти. Дальше это планы, о которых я рассказывал ранее. И вам необходимо создавать не более одного аккаунта. То есть мультиаккаунты запрещены. Один аккаунт создаем и здесь стейкаем. Для того, чтобы пополнить личный кабинет, нажимаем депозит. Указываем количество монет, минимум 500. Нажимаем депозит сейчас. На данном шаге вам необходимо внести 500 монет по этому адресу. Подождать минимум 2 подтверждения. После этого взять IT-транзакции из вашего кошелька. Ввести вот в это поле. И нажать Pay with KiraCoin. После этого у вас появится баланс на аккаунте. В моем случае это 1000 монет. Теперь мы можем внести наши монеты в стейкинг. Нажимаю инвестиционные планы. Например, хочу использовать тариф, который на 500 Kira монет. Нажимаю инвестировать, используя баланс аккаунта. Указываю 500 монет. И нажимаю инвестировать. Все, инвестиция сделана. Теперь у меня в инвестициях 500 монет. И 500 монет еще осталось на балансе. И вот написано, что текущий план май 500. Теперь мы можем нажать на 500 наших KiraCoin заинвестированных. И здесь мы можем видеть то, что награда будет в конце срока. А именно через месяц. Всем спасибо за просмотр. В этом видео мы рассмотрели проект KiraCoin и его основные возможности. Также у меня есть отдельное видео про Data Mining, где вы сможете сдавать аренду своей видеокарты и получать за это монеты KiraCoin. А также в следующем видео мы с вами с нуля поднимем мастер ноду и тем самым будем получать монеты KiraCoin за ее поддержку. И наша нода по текущему курсу будет окупаться менее чем за год. Видео будет очень интересное. Поэтому следите за новостями. Скоро оно появится. Если во время пользования продуктами Kira у вас возникнут вопросы, вы сможете задать их в официальном Discord канале и в официальном Telegram канале. Все ссылки я оставлю в описании к видео. Также имеется русскоязычная техподдержка. На этом у меня все. В следующем видео мы с вами с нуля поднимем мастер ноду и научимся на ней зарабатывать. Всем спасибо за просмотр.